Всем огромный привет! Меня очень многие просили повторить макияж, который сейчас на мне. Он был в предыдущих видео, он очень многим понравился. Все спрашивали, что с глазами, какой макияж на глазах, что они выглядят выразительно, но не видно никакого макияжа. В общем, сегодня я вам покажу, какие продукты я использовала, чтобы получить такой макияж. Самое первое, конечно, с чего нужно начать, это тон. Для макияжа без макияжа очень важно, чтобы на вашем лице не было видно ни пудры, ни тональная основа, чтобы все выглядело натурально. И в таком случае я бы посоветовала, если у вас есть несколько прыщиков каких-то, не замазывать полностью лицо тональным кремом, а использовать консилер. Консилер, который бы хорошо перекрывал недостатки, но который бы не выглядел, знаете, так вот, чтобы видно такими пятнами. То есть подберите консилер под цвет вашей кожи, чтобы он совпадал, чтобы его не было видно. Потому что очень часто я наблюдаю, как видно, что на лице консилером замазаны прыщи, такие, знаете, темно-коричневые какие-то или желтые. В моем случае консилер, который идеально мне подходит, это консилер от Origins в оттенке 01 Light. Он очень классный тем, что его действительно незаметно на лице. То есть я могу наносить его на недостатки, точечно, локально. И плюша, его действительно не видно на лице. Если я локально нанесу на какие-то прыщики, никто не скажет ни сблизи, ни сдалека, что у меня именно точечно что-то нанесено. Поэтому здесь, конечно, важно найти свой цвет. И если все-таки вам нужно выровнять тон кожи, то все-таки я бы посоветовала использовать какие-то легкие либо tinted moisturizer, либо тональные сферы, которые незаметны на лице. В данном случае из моей огромной коллекции я могу вам показать вот эти два продукта. Это L'Oreal Nude Magic. Я вам рассказывала о нем в первом впечатлении несколько видео назад. Если вы не видели, то посмотрите. Мне он очень понравился, но я все-таки думаю, что для жирной комбинированной кожи этот продукт будет неплохим. Но если у вас нормальная сухая кожа, скорее всего он будет вам подсушивать, потому что все-таки здесь есть спирт. И если вы помните в видео, у меня эта фаза спиртовая, она прям разделилась. Было видно, он долго стоял, я им не пользовалась. Он очень классно наносится на лицо, потому что его вообще не видно. Но он все-таки не перекроет крупные недостатки, поэтому консилер вам все-таки нужен будет. Но тон кожи, он выровняет. И опять же, если у вас кожа где-то склонна к сухости, например, если у вас сухие щеки, у вас комбинированная кожа, но сухие щеки. Или вокруг рта, например, есть какие-то сухие патчи, то все-таки, я думаю, вам лучше воздержаться и им не пользоваться. Тогда бы я посоветовала вам вот такой вот Tinted Moisturizer от Jouer. Состав этого тонального крема, этого Tinted Moisturizer абсолютно идентичен составу Tarte, но здесь есть парабет. Это единственное такое весомое отличие, если вы за натуральную косметику, то вам, конечно, он не подойдет. Но в отличие от Tarte, он не подсушивает шелушение, он не сушит кожу, он очень классный. И он незаметен на лице, и у меня это матовый, также есть версия для более сухой кожи. Его-то я и буду наносить. Он очень классно наносится, очень ровно ложится. В общем, я им пользуюсь последний, наверное, год. И вот мне реально не хочется никаким больше тональным кремом, основой какой-то пользуется другой, потому что он просто идеальный. Он незаметен на лице, но моя вот эта матовая версия, она немножечко даже матирует кожу. Так что, ну, в общем, вы только в выигрыше остаетесь. То есть, она не слишком матовая, но немножечко жирный блеск контролирует. И, кстати говоря, он не сходит с лица. Вот знаете, как Tinted Moisturizer, они такие нестойкие, они очень быстро сходят с лица. Нет, он все-таки более стойкий, возможно, потому что у него формула матовая. Он отлично подойдет для выравнивания тона кожи. И он также отлично подойдет, если вам нужно немножечко закрыть какие-то недостатки. У него кровящая способность неплохая. Но, тем не менее, он незаметен на лице. Плюш! Тон лица я выровняла, теперь приступаем к бровям. Опять же, в макияже, в том макияже Плюша. Вот Плюша, не хватит. Сюда. Смотрите, кто пришел. Смотрите, кто пришел помогать рисовать мне брови. Плюша. Плюша, скажи всем привет. Плюша просто видит себя на компьютере, пацан смотрит вниз. В общем, в том макияже, который вам понравился, тот макияж без макияжа, как я его называю, я использовала вот эти вот тени для бровей от Анастасия Берлихилс Анастасия, вроде бы. Не знаю, как это правильно называется. Самое главное, как мне кажется, для бровей в данном макияже, это то, чтобы не было видно, что они у вас нарисованы. Поэтому здесь желательно, чтобы у вас брови уже были неплохой формы. И желательно, возможно, чтобы они были уже окрашены. То есть, чтобы вам по минимуму нужно было что-то дорисовывать. В моем случае у меня брови окрашены. Поэтому я просто немножечко беру теней и совсем чуть-чуть подрисую, совсем капельку, чтобы они были просто немножко ярче. А для видео, конечно, я делаю немного ярче брови. В общем, я прорисую только совсем чуть-чуть по верхней линии. И особо сильно ничего менять больше не буду. Брови готовы. Я немножечко подрисовала еще кончик на этой брови, потому что мне кажется, она короче, чем эта. Вот. И, в общем, да, на этом все. При такой макияже я стараюсь не очень сильно оформлять брови, потому что все-таки никаких теней особо я наносить на глаза не буду. И чтобы брови не бросались в глаза, потому что иначе у вас на лице будут только одни брови, и больше ничего не будет. Поэтому лучше их не перегружать. Следующее, что я использую, это палетку Big Beautiful Eyes от Benefit. Мне нужен именно коричневый оттенок. Я набираю этот коричневый оттенок на скошенную кисть. У меня кисть от ZOEVA 317. Что я делаю в данном макияже, на что многие обратили внимание, что глаза выглядят выразительно, но не видно никакого макияжа, я просто подрисовываю линию роста ресниц и немножечко ее вытягиваю с помощью стрелочки. Только кончик не веду вверх, да, а просто веду его прямо. Поэтому никакого суперсложного макияжа здесь нет. Я просто от середины глаза подчеркиваю линию роста ресниц. И тогда, когда я накрашиваю ресницы, мой глаз за счет этой коричневой подводки, да, это будет как тень выглядит. И мой глаз будет выглядеть выразительнее и длиннее. Вот и все. На самом деле ничего такого суперсложного в этом макияже нет. Вообще, на самом деле, я не люблю какие-то сложные макияжи. Я не люблю перегружать глаза тенями. Я всегда за натуральный макияж. И я очень люблю, когда макияж незаметен. Когда никто не увидит, что вы потратили на него вообще какое-то время. Возможно, вы сидели часами над этими стрелками, но они настолько незаметно выглядят. Собственно говоря, это и есть весь макияж. Теперь у меня осталось только накрасить ресницы и все. Ничего больше с глазами я не делаю. На этом макияж глаз закончен. Больше ничего не добавляю. И теперь давайте я возьму свой злосчастный румяный аутар. Пошкребу их еще хорошенечко. Я продолжаю все-таки их мучить с помощью вот этой вот кисточки. Вот видите, она у меня розовая. Потому что я каждый день пытаюсь из них что-то вышкрепить. В общем, шкребу-шкребу. Стараюсь все-таки ими пользоваться, потому что... Не хочется, чтобы они лежали. Потому что цвет очень красивый на самом деле. Добавляю немножечко румян. Главное не переборщить, потому что эти румяна, они то не наносятся, то слишком их много. Поэтому сейчас я постараюсь немножечко растушевать. Кстати, да, я люблю наносить румянец именно вот сюда и немножечко даже вниз. То есть не так только, а немножко вниз. Потому что когда у меня румянец естественный проявляется раз в столетие, то он проявляется именно вот сюда и немножечко вниз. Поэтому я делаю вид, будто бы у меня щеки сами такие по себе. В общем, я делаю вид, будто у меня это румянец настоящий, а не фолькл. И последнее, что в данном макияже важно, это, конечно же, губы. Если вы хотите немножечко изменить форму, то я вам посоветовала взять какой-нибудь карандашик. Такой телесного цвета, чтобы его не было заметно. Но в данном случае я повторю макияж из видео, который вам понравился. И там я нанесла помаду. Хотя, если мы говорим о макияже без макияжа, то здесь, наверное, помада не прокатит в таком слое, как я сейчас нанесу. Но если немножечко, то, думаю, можно. Вот этот макияж из видео, который многим понравился. Ничего сложного, как мне кажется. А помада, это помада MAC в оттенке Plysmic. Очень она классная. Вы меня очень часто спрашиваете, что у меня на губах. Очень часто именно она у меня на губах. Мне нравится, как она смотрится. Очень так естественно, очень красиво. В общем, да, вот такой макияж глаз. Очень простой. Просто обычные стрелочки с помощью теней. Но главное рисовать не стрелки, а именно просто не заводить стрелку вверх, а просто ровно. Тогда это выглядит просто как тень. И не видно, что это стрелка. Я надеюсь, что не видно. В общем, да. Такой макияж, надеюсь, вам он понравился. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok